Это не театральная пауза, просто мне очень сложно начинать именно этот блок нашей программы. Мы работаем в прямом эфире, потому что очередная трагедия произошла в Украине. В небе на Славянском 24 июня подбит вертолет Ми-8, в котором погибли 9 украинских военных, 3 члена экипажа и военнослужащие, как сказано в официальном сообщении, я цитирую языком оригинала, на борту вертолета перебували фаховцы, которые установили аппаратуру с метою организации мониторинга простору и фиксации фактов порушения плану мирного в регулировании конфликта на Сходе Украины. За поправленную информацию, в наследок падения вертолета заглянули у всех, кто был на борту. Более четырех десятков раз за время объявления перемирия президентом Украины Петром Порошенком с 20 июня, с 22 часов террористы уже нарушали это перемирие. И вот, вы знаете, некий такой трагический символизм в том, что люди, которые мониторили, как выполняется мирный план, находились в боевом вертолете Ми-8 и были сбиты над Славянском. Самолет, вертолет, извините, волнуюсь, поднимался с горы Карачун, на которой сегодня господствуют наши военные, которые взяли эту город, а находится телевышка, которая вещает, в том числе и украинские каналы на Донбасс, 9 человек погибли. Сбиты из ПЗРК, зенитно-ракетного переносного комплекса. Ну вот так. Вот такое перемирие. А сегодня с утра президент Порошенко рассказал о том, что в течение прошедшей ночи 7 человек было ранено и один украинский военный погиб. То есть за этот день, за эти сутки уже погибло 10 украинских военных. Мы еще не пережили трагедию сбитого Илюши, Ила-76, когда погибли 49 человек. И вот беда. Беда и похоронки придут в украинские семьи. Вот как-то вот так. 737-73-10, телефон прямого эфира. Мы продолжаем нашу акцию, которая называется «Задай вопрос президенту Украины». Сейчас телефон вы видите на своих экранах. 093-403-52-00. Принимается только СМС. И мы подводим по раз в неделю итоги ваших вопросов. Мы озвучивали это накануне. Здравые вопросы, иногда эмоционально. Тем не менее, мы принимаем все вопросы. И на 99,9-х все вопросы озвучим. То, что касается каких-то личных проблем людей, мы все это будем отправлять или через администрацию президента, или через пресс-службу Петра Порошенко, я думаю, до главы государства, мнение одесситов. Их боли, печали, радости нет, к сожалению, нет. Они дойдут до Петра Алексеевича, он все-таки увидит, чем живет Одесса, чем дышит. 737-73-10, телефон прямого эфира. В этой студии Юрий Леонидович Котляревский, президент экспертного бюро «Сталкер». Юрий Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Борисович. Вот с такой трагической новостью приходится, к сожалению, начинать наш эфир. Уже есть телефонный звонок. Я, конечно, мог бы сейчас спросить, на каком эмоциональном уровне вы сейчас прослушали то, что мне сказал. А давайте спрошу, вот для вас, нет, вообще, вот такая информация, которая приходит с Восточного фронта, сегодня мы по-другому уже и не говорим, и, к сожалению, к этому термину привыкаем. Ну что это такое? Мне просто, вы знаете, вот, ну иногда слов не хватает, ну как-то не так все происходит. Мне кажется, что для того, чтобы добиться хоть какого-нибудь результата или позитивного сдвига, нужно перестать с шулерами играть в карты. Мы говорим о переговорах и о перемирии, причем она уносит односторонний характер, а против нас используют совершенно в открытую серьезное вооружение, серьезные средства. И поэтому мне кажется, что нам нужно или сдаться, или воевать. То есть, делать так, как делает Путин, немножко воюя, не признавая, что это его военные, и немножко, как бы, уступая, когда ему не хватает ресурса или проявляет решимость противоположная сторона, мне кажется, что вот эта партизанская война в исполнении одной из самых могущественных военных отношений стран мира, она должна происходить без участия Украины. Украина должна жить немножко по-другому сценарию. Тогда у нас будет меньше неожиданных жертв. К сожалению, сейчас мы играем по правилам, которые диктуют воображение и тщеславие господина Путина, а не по тем правилам, по которым существует весь цивилизованный мир. Юрий Ильич, мы через несколько минут будем общаться с телезрителями, есть уже телефонный звонок. Тем не менее, хотелось бы вот о чем спросить. Не кажется ли вам, что сейчас президент, учитывая такую ситуацию, уже глава государства рассказывает о том, что нарушается перемирие, это тоже вполне естественно, должен своим решением, решением Совета национальной безопасности и обороны объявить о том, что раз перемирие нарушено, нарушается каждый день, его просто сегодня закончить. Ну вы видите. И применить все, что у нас еще есть, все, что еще бегает, стреляет и уничтожить бандитов. Я понимаю, что это естественная реакция каждого человека, каждого гражданина, но надо сказать, что и сама фабула организации этого перемирия, она тоже носила характер такой, мы немножечко сбавляем обороты на чисто фронтовом, военном, как бы, аспекте проблемы и, как бы, активизируемся в дипломатическом плане. Мне трудно сказать, стоило ли участие таких продвинутых политиков, как Медведчук, или таких актуальных политиков, как Кучма, или таких, как бы, неполитиков, как Борода и все его ребята, стоило ли все это, вот этих десяти жизней? Стоило ли вообще связываться тогда со второй переговаривающейся стороной, коль скоро она не сложила оружие и продолжает уничтожать наших военных? Значит, если стоило, тогда мы платим цену за дипломатию. Надо честно признаться, пока я не договорился, будем гибнуть. Это еще советских времен, еще во время Великой Отечественной войны повелось, был приказ, любой ценой, значит, четыре раза будем идти с голыми руками на автоматы или с вилами на танки, но коль скоро есть приказ, то любой ценой. Вот эта любая цена, она должна закончиться вместе, должна была закончиться вместе с Советским Союзом. Мы, к сожалению, в свою сегодняшнюю украинскую реальность тянем за ноги из могилы трупов всего того же Советского Союза. Слушайте, ну это маршал Жуков мог себе позволить заявить, что, когда говорили о больших массовых жертвах, русские бабы еще нарожают. Ну у нас-то рожать кто будет? Это мог себе позволить генерал Жуков, чтобы стать маршалом. Есть телефон из за ног, добрый вечер, вы в прямом эфире. Чуть дальше от телевизора, отойдите, пожалуйста. А сейчас слышно? Да, да. Я бы хотела обратиться к лаунтерке, к его лице. Чисто тело к вашему гостю. Но у нас, к сожалению, будут эти жертвы без конца, потому что этот генерал, из-за которого погиб наш самолет, вот этот белый 76, 49 человек, он взят в управление обороной страны. Он и так был обороной, но это вот национальная оборона, там, где порубить. Его получили. Значит, вчера на свободе слова командир батальона говорит о том, замначальнику по обороне, вы же ведь не выполнили ни одной нашей просьбы. Нас люди и бронежилетами, и каски, и все, что угодно покупают. А он, значит, какой-то тук-тук ему отвечает. Если мы этот генштаб не пошлем на фронт, вот, и если мы с этим не расстанемся, значит, у нас, вот, мы, церкви, просто обречены. И надо что-то, если вы можете задать этому президенту, просто не вопрос, а просто, ну, это ужас, это кошмар. Они уже, он полуешь, после того, как у самолета полу, он пошел на повышение. Но о чем речь может идти? Бой, бой и без конца, и на то, как мы можем это вот заверстать эти ужасы. Удачи вам, спасибо. Спасибо вам огромное за ваше неравнодушие, прежде всего. Юлия Ильич, вот такой вопрос. Вы знаете, было предложение от общественности уже сформировать батальон под названием Рада, сегодня можно добавить батальон Генштаб, и таких много структур, но ведь оружием-то им страшно давать, они же его сдадут бандитам и сами сдадутся. Ну, очевидно, что эта угроза, она не имеет никакого решения, потому что это возрастные люди, небоеспособные и так далее. То есть с кучей болячек, с кучей всякого рода излишеств, которые мы не привыкли, даже если их сейчас поставить под ружье, но это несерьезно. Их просто разгонит ближайший хорошо вооруженный и решительный мужчина в одиночку. Не в этом, в общем-то, дело. Дело в том, что у нас, чтобы провести серьезную иллюстрацию, не хватает специалистов по ней, просто не хватает тех, кто должен иллюстрировать, сами все серьезно погрязли в коррупции. У нас, к сожалению, я уже говорил об этом, Янукович сидит в каждом гражданине Украины или почти в каждом. Начинать нужно с себя, из ближайшего окружения. Тогда у нас появится нетерпимость, а то мы всякий грех близкого родственника или близкого друга, или свой личный, пытаемся покрыть взяткой и так далее, и знаем, как это делать, знаем, как обойти закон. И пока у нас закон не писан, пока у нас коррумпировано в первую очередь юридическое чиновничество, пока у нас коррумпировано до предела юридическое образование, все, и в нашем городе в особенности. До этих пор мы не будем иметь ни принципиальных судей, ни принципиальных прокуроров, ни принципиальных юристов, ни принципиальных граждан. А теперь мы говорим еще и о том, что у нас генштаб воевал на стороне врага, и об этом как бы никто не знал. Но, слава Богу, до него хоть стали добираться, хоть стали снимать с должностей. Я не уверен, что есть на кого менять. Медведчук представлял українську сторону. С проханием допомогти у питания в регулировании ситуации на Сходе Украины, до него звернулся президент Украины Петро Порошенко. Возник у меня сразу вопрос Петру Алексеевичу. Неужели это правда? Тогда, кроме мата, в этой студии вы от меня не должны больше ничего слушать. Что с этим будем делать? Мало того, Медведчук нещодавно был призначен представником Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики на переговорах с урядом за посередництво ОБСЕ. Так кого представляет Медведчук? Порошенко, бандитов или самого себя? И еще и Путина к тому же. И еще и Путина, да, являясь кумом Путина. Ну нет, и близким другом, и общественным советником и так далее. Если помните, в 2005 году, сразу после перемоги помаранчевой революции, господин Ющенко наградил орденом главного фальсификатора выборов, из-за которого все началось, Кивалова. Но президент Ющенко, через некоторое время, не имея возможности справиться с неугомонной Юлией Владимировной, назначил премьер-министром своего явного врага, причем не ситуативного, а классового врага, господина Януковича. Реанимировал, вытащил его из небытия политического, сделал агонию политической системы более продолжительной, более мучительной для нас всех. В конечном счете, из-за этого мы имеем теперешнюю ситуацию. У нас, к сожалению, слишком много своих, которые чужие, и слишком много чужих, которые вчера еще были своими. Гражданская война, образца начала 20 века, 19-21 год, это война всех против всех. У нас в значительной мере сейчас происходит то же самое. У нас в руководстве страны уже не осталось людей, которые бы не поменяли 5-6 партий каждой. Они уже все друг с другом создавали коалиции, ссорились и мирились, воевали и расторгали всякого рода отношения. Почему? Потому что ими управляет собственность, управляет благополучие семьи, их семьи, образ жизни, уровень контактов, связи, блат, коррупция. Вот это ими-имя. А мы слышим легитимную сторону процесса и не понимаем, почему она такая нелогична. А потому что легитимная сторона процесса существует для нас. На самом деле системно работает кумовство, хуторянство и всякие такие вещи для нас привычные. Мы продолжаем оставаться, к сожалению, глухой провинцией Советского Союза. И пока это так, мы никого победить не сможем. Буквально несколько дней назад, а возможно уже неделю в этой студии, общаясь с одним из гостей, прозвучала такая мысль, что я, по крайней мере, ратовал за возвращение военных трибуналов в Украине. И вы знаете, думал, возможно ошибочное мнение, но оно мое личное. В понедельник, если я не ошибаюсь, 23-го числа, командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко, он сказал о том же, что в батальоне «Донбасс» личный состав тоже за военные трибуналы, которым надо привлекать вот тех паразитов, о которых говорила наша телезрительница. Но я, наверное, понимаю, что все-таки не панацея, вряд ли справимся. Дело не в этом. Военные трибуналы через некоторое время окажется, что порядочных людей на такое количество трибуналов не хватает. Они начнут стрелять друг в друга и разоблачать друг друга. Больше того, с помощью военных трибуналов будут сводить счеты с порядочными людьми, с принципиальными людьми. Они первыми подставятся, и первыми для спасения себя в этом качестве военные трибуналы начнут расстреливать невиновных. Так уже было. Были военные трибуналы «тройки» при Сталине, которые в первую очередь расправлялись с теми, кто не участвовал в предательстве, кто готовился к нападению со стороны Германии. Арестовали людей, которые говорили, что Германия все равно нападет. Приговаривали к срокам, когда немцы уже стояли под Москвой. Было много арестованных и отправленных в ГУЛАГ только за антигерманские настроения. Почему? Потому что бухгалтерия, которая обеспечивает ликвидацию людей, она все равно работает с запозданием, и она работает как бюрократическая структура. Поэтому получалось, что и средства, и приказы опаздывают от реальных событий. Немцы под Москвой, а люди сидят за антигерманские настроения. Или за изучение немецкого языка. Таких людей было много. Надо понимать, что идиотизм и безответственность, это у нас такие же враги нашей государственности и нашей страны, как и коррупция и воровство. К сожалению, может быть даже больше. И телефонный звонок, и перейдем к Путину, который сделал довольно-таки важный, по мнению ряда экспертов, подчеркиваю, ряда экспертов, заявление, обратившись в Совет Федерации, и уже там ДНР, ЛНР возопили, что Путин ошибается, делает плохо. Чуть позже об этом, после звонка. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Добрый вечер. Добрый. Добрый вечер. У меня к вам такой вопрос. Чуть дальше. Скажите, пожалуйста, если президент на инаугурационной речи, в инаугурационной речи, говорит о том, что украинский солдат больше никогда не будет голым, боссом и голодным, он говорит, что исчисление времени террористической операции должно исчисляться в часах, а не в неделях и, не дай бог, не в месяцах. Это же ложь. Никто не понял еще, что нельзя людям врать и надо прекращать воровать. Они не понимают, что этой же осенью они за все придется отвечать. Как вы считаете, придется отвечать или нет? Майдан-3. Я так понимаю, об этом вопрос. Я думаю, что... И о людях, которые вернутся с войны с другими настроениями. Я думаю, что они придут не просто с другими настроениями, а с разными другими настроениями. И эту массу придется, вообще говоря, как-то упаковывать в какие-то рамки юридические. Я хочу напомнить, что после войны появилось много людей, которые позволили себе говорить. Они сразу же оказались все в ГУЛАГе. Больше того, они сразу же оказались подавляемыми ворами в законе. К 1951 году Сталинам удалось навести в ГУЛАГе именно свой коммунистический порядок. То есть воры в законе начали резню с так называемыми суками, среди которых было огромное количество бывших фронтовиков. Это те самые уголовники, которые сотрудничали с властью. Которые прошли войну и которые подчиняться уголовникам ворам в законе не захотели. Это была резня на миллионы участников. И эту резню организовали коммунисты и особисты. То есть они стравили людей между собой и существенно уменьшили меру конфликтности, которая падала на них лично. Получили за это ордена и медали, за гнуснейшую провокацию. К сожалению, если у нас будет такой расчет, что сейчас придут новые афганцы с новыми ветеранами чеченской, украинской войны или антироссийской войны, и что они наведут порядок, представления о порядке у каждого из них будут свои. Это будут легкоуправляемые истеричные люди, которые готовы на все для достижения справедливости. А под справедливостью они будут подразумевать свою точку зрения и наличествующий у них персонал с оружием. Как сказал академик Кивалов первокурсникам, справедливость вообще не юридическое понятие, справедливость это вы, сидящий здесь в зале. Да, совесть это химера. Это правда уже другой сказал Адольф Гитлер. Но у него не было юридического образования. У него не заканчивало Одесскую юрокадемию, а донбасский синдром, как и чеченский, обязательно будут присутствовать, к сожалению. Юрий Леонидович, у нас есть телефонный звонок, через несколько минут телезритель подключится к нам, к нашей беседе. Вы знаете, на мой взгляд, нет ничего удивительного в том, что Путин обращается в Совет Федерации с просьбой отменить законодательное решение об использовании российских войск на территории Украины. Есть такое решение Совета Федерации. Давайте вспоминать недавнюю историю. Войсковая операция в Крыму, российских войск, она прошла без законодательного решения Госдумы, Совета Федерации. Все это, понимаем сегодня, некая формальность. То есть, получается, мы говорили о том, что победа будет за нами, мы справедливую войну ведем. Тем не менее, Кремль уже практически ввел представителей ДНР и ЛНР в состав переговорщиков. Прибавил сюда представителей ОБСЕ, которые сидят с ними за одним столом, разговаривают с ними на одном русском языке. И, то есть, получается, сегодня Кремль выиграл очередной этап в расшатывании ситуации в стране. И на этом не остановится. Я не пугаю телезрителей, но просто хочу понимать, так ли это, на ваш взгляд. Вы знаете, на самом деле, система, которая формировалась семь десятков лет, которая прошла жесточайшие испытания на устойчивость, есть система очень эффективная. Очень эффективная. Германская демократическая республика, которую я уже говорил в студии об этом, которая всего лишь около 30 лет находилась в советской зоне экономической, она настолько отравлена вот этой коррупцией и этим вообще бюрократическим безобразием, что бывшая ФРГ, затратив туда уже в 10 раз в ГДР, больше вложив денег в 10 раз, чем планировали, вытащить их с экономической неэффективности, из коррупции, из обилия профашистских молодежных организаций не может. Не может, несмотря на все усилия. Больше того, немцы из ФРГ не хотят ехать в бывшую ГДР на повышение должностное. Не хотят карьеры в ГДР. А ведь они эту заразу им прививали, и все-таки это немцы, прививали им всего лишь несколько, там, 20 с лишним лет, да? У нас все было гораздо жестче, у нас нет юридической немецкой, как бы, вот этой пунктуальности, у нас нету этой тщательности в работе, у нас нет этого патриотизма, привязанности к своей нации, к своей стране, у нас нету способности, вообще говоря, жить европейскими ценностями и отказаться от темного прошлого. Мы не отказываемся от большевистского прошлого, мы бывших коммунистов тащим сейчас в управление, или бывших функционеров коммунизма, тот же самый Митвичук, ярчайшая характеристика, с абсолютно коммунистическим прошлым, я так понимаю, что там и полицаи в роду были, и все, что угодно. Называется плюнь в очи божья роса. Значит, ничего у нас не меняется, пока мы не смогли преодолеть вот эти родимые пятна социализма и бывшего коммунизма. До сих пор, пока мы, наконец-то, не похоронили Иосифа Виссарионовича. Публично можно вместе с Путиным. Поддержу. Телефонный звонок, добрый вечер, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, так больно, что тяжело говорить даже. Наша Верховная Рада начинает свое заседание с минуты молчания, стоя. Да они скоро стоять будут сутками. Они не стоять должны на Верховной Раде. Они должны стоять на коленях перед всеми, кого они похоронили. А вопрос у меня такой. Скажите мне, пожалуйста, что мог делать на переговорах церковь человек, который был объявлен в розыск, на которого был выписан ордер на арест. Я вообще ничего не понимаю. Неужели все зря? Неужели это сотня небесная, которая скоро в дивизию превратится? Не в дивизию, а, наверное, больше. Это все было зря. Неужели мы столько нервов зря на выборах потратили? Неужели все зря? Вы знаете, страшно становится. Хочется сказать, Украине не скажу. Скажу только героям слава. До свидания. Держитесь. Можно ответить? Сарев, конечно. Скажите, пожалуйста, уважаемая телезрительница, что делал 30 лет в единоличном управлении нашей с вами общей страной семь раз осужденный каторжник, конократ, уголовник и палач Иосиф Джугашвили? Ведь никто против него не голосовал, а вообще говоря, выборы просто фактически превратились тогда еще в формальность. Что делал человек, на котором метку негде ставить, который был и агентом, был и каторжанином семь раз, и убийцей, и растлителем малолетних, и это известно, причем неоднократно. Что делал такой человек во главе нашей прекрасной, образованной страны? Если у вас есть ответы на этот вопрос, тогда вопрос с царем вам снимается. На самом деле у нас, понимаете, наследственность вот эта уголовная, она еще и связана с тем, что те, которые сажали, они выжили, получили ордена, остались после войны и дали обильное потомство. Те, которые сидели, в большинстве своем не пережили этой системы, или пережили, вышли очень больными, ранеными и рано умерли. Во всяком случае, как Ахматова сказала, вот сейчас они встретятся все, те, кто сидел после 20-го съезда, те, которые сидел и те, кто сажал. И вот посмотрят в глаза друг друга, на что Надежда Мандельштам сказала, ну и что, посмотрят в глаза друг другу и пойдут пить водку. Мы не добились ни национального примирения, ни объяснения единого какого-то политического жанра, в котором существует наша страна. Мы так и остались расколотыми на тех, кто сидел и на тех, кто сажал. На внуков и детей тех, кто сидел, на внуков и детей тех, кто сажал. И поэтому у нас гражданская война, холодная, продолжалась все это время. Все это время она не прекращалась, потому что были люди, которых не устраивала эта система, были люди, которые совершенно спокойно в ней делали карьеру, были люди, которые именно тех, кого не устраивали, сажали в психушке, выгоняли с работы, со школы и так далее. То есть все это продолжалось, просто мы об этом мало знали и мало этим интересовались. Теперь это коснулось нас непосредственно и вошло в каждый дом. За безответственность нужно платить, и мы сейчас платим. К сожалению, будем платить. Есть телефонный звонок, у нас остается несколько минут до конца эфира. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый. Господин Котлеревский, господин ведущий, спасибо, что вы приглашаете господина Котлеревского, которого безмерно приятно слушать. Потому что я смотрю и вижу старый интеллигент, человек интеллигент, аристократ, фамилия красивая, лицо приятное. Анализ потрясающий. Скажите, пожалуйста, господин Котлеревский, в криминалистике есть такое учение эффект Ламбразо. Это по лицу можно сказать о человеке, кто он и что он. Вы знаете, когда мы вчера показали лицо Медведчука, который чистит доктор Менгель, мне кажется, что с его лицом он мог просто проводить опыты над людьми. Вот эти худые, сжатые губы, присаженный нос. Кучма со своими рубленными скулами и этим, я не хочу быть жестким, да, но лица Кучмы и Шуфрича, да, говорят очень много о ментальности, которая сегодня сидит в высших кашелонопластах. И скажите мне, вот что такие лица вообще могут построить в стране? Такими лицами можно и делать, и идти дальше. Спасибо за комплименты, за вопрос, но я хотел бы еще обратить ваше внимание на лицо Турчинова и так далее. Зачем же? Кстати говоря, Никита Михалков мужчина красавец, но при этом пришел на абсолютный моральный урод. То есть Ламбразо, конечно, при появлении в эфире царева в гробу переворачивается, но не все так однозначно. Не все. Есть красавцы совершенно соблюдочной философии. Увы. Юрий Ильич, вы сейчас отчасти затронули холодную войну, именно гражданскую. Был как-то вопрос в этой студии несколько дней тоже назад. Меня спросили о том, начинается ли Третья мировая война. Вы знаете, как раз вот та холодная война между Штатами, Союзами, отчасти так гражданской в нашем советском участии, она, мне кажется, и была как раз той Третьей мировой войной, где меньше стреляли, бомбили. И сегодня уже, наверное, есть смысл утверждать о том, что Россия начала эту Четвертую мировую войну, и на этом не остановится. И Украина — это только начало. Я, конечно, хочу ошибаться, но... Ну, что касается порядкового номера, там, цифр, тут вопрос в форме. Да это не в этом, да. А то, что война идет, это очевидно. Она идет с определенно периодикой. Ведь когда начиналась Первая мировая война, многие аналитики и лидеры стран, в том числе европейских, хорошо понимали, куда все катится. Но остановить процесс не могли. Потому что каждый отставил свой интерес, а все вместе ввалились в конкретную воронку. И в итоге прихватили с собой несколько миллионов жизней. И в итоге, вообще говоря, втянули десятки стран. И эта война не закончилась тогда, когда ее официально объявили закрытой и подписали в Емарский мир. Германия оказалась ушибленной, раздраженной, ослепленной, обиженной, униженной. И потянулась к Гитлеру, и получилась же Вторая война, порождена Первой. И Третья мировая война есть порождение Второй. Мы краткие кусочки мира переживаем для того, чтобы вырастить следующее поколение и подготовить снова будущих солдат. К сожалению, это так. Вот это перемирие, сдерживаемое наличием ядерного оружия обоих сторон, оно затянулось. А процесс исторически пошел дальше, и, к сожалению, вот этот исторический хищник, он ждет своих новых жертв. К сожалению, сегодня эта война может оказаться просто у нас под окнами. У нас здесь, в Одессе. У нас рядом Тирасполь, и известны планы, отдельные высказывания московских лидеров, которые совершенно четко себе представляют, что дорога от Донецка на Тирасполь лежит через Одессу. Новая идеологическая концепция устами Путина была озвучена 17 апреля нынешнего года. Тогда он говорил о неком, знаете, русском генетическом коде, и вот буквально заявил, что только у нашего народа, я цитирую Путина, не путать со мной, не дай бог, могла родиться известная поговорка «На миру и смерть красна», потом, кстати, в феврале 12-го он еще цитировал Лермонтова «Умремте же под Москвой, как наши братья умирали, и умереть мы и обещали». Я прекрасно понимаю, у нас полторы минуты до конца эфира, что сегодня цель у Путина одна. Либо Украина путинская, спаси Господи, либо нет независимого, суверенного государства Украина. Ну, вы знаете, я процитирую социолога, достаточно известного, есть такой Вячеслав Щербина, он этнически украинец, он такой москвич, уже достаточно давно в Москве живет, он сказал, что если Россия не империя, то русские не нации. Должен сказать, что в этой дихотомии каждый из нас выбирает какую-то одну сторону, и весь цивилизованный мир выбрал одну, а Щербина и Путин другую. Юрий Ильинич, спасибо вам огромное, спасибо вам, уважаемые телезрители, что были с нами, мы увидимся в очередном прямом эфире, будем говорить об особенностях информационной войны, идет эта война тоже очень активная. И мы в ней принимаем участие. И мы в ней принимаем участие, и вы в ней принимаете участие, хотите вы этого или нет. Если вы не хотите заниматься политикой, политика займется вами. Спасибо, что были с нами, Юрий Котляревский в прямом эфире, это была его точка зрения на события, которые происходят в нашей стране, в нашем регионе, в нашем городе и вокруг нашего государства. И вот когда вот такие разговоры мы ведем в нашей студии, всегда хочется закончить программу только одним. Слава Украине, слава Одессе. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова